Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о очень интересном технике рукоделия, о шибанах. Любите ли вы собирать гербарии? Если да, то это будет вам интересно. Первые гербарии лавровых листов были впервые найдены в гробнице матери Тутанхамона, еще в 5-3 веках до нашей эры это было. Хорошо сохранившиеся образцы гербария XVI века сегодня можно увидеть, например, в Ботаническом музее в Париже. Наиболее популярными в Англии были композиции сухоцветов и стали они делаться в викторианскую эпоху. Это где-то 1837 по 1901 годам. В салонах Германии, Франции часто экспонировались декоративные картинки из засушенных цветов. Упоминания о сухих плоских цветах появляются в различных отчетах на протяжении всей истории. В 1891 году, например, в Рочерской Академии наук сообщили, что господин Стриттер показал плоские цветы из Аляски, и в том числе такие цветы, редкие как клематис и живкость. Также было представлено много других цветов, среди которых были анютины глазки, герань, фиалки. Именно в эту эпоху сыном немецкого миссионера Фредерихом Вестерном была создана прекрасная книга, которая называлась «Цветы на Святой Земле». В здании были собраны иллюстрации с видами Святой Земли, гербарий из цветов и трав, растущих в Палестине. Таким образом, в книге сохранены частицы Святой Земли, и каждый, кто берет в руки альбом, соприкасается к Святой Земле. Создание композиции из засушенных цветов как вид традиционного искусства существует многие сотни лет в Японии. Оно получило там название «Ошибана», что в переводе означает «прессованные цветы». Первоначально «Ошибана» служила суровым воинам, самураям. Они складывали картины из крупких сухих цветов, растений, что требовало необычайной осторожности, точности движения и понимания гармонии всех составных элементов картины. Такая картина давала возможность сосредоточиться, проникнуть во внутренний мир самураевых. Интересно, что в Японии раньше цветочными композициями занимались только мужчины, и лишь последние 300 лет к этому виду искусства стали приобщаться уже и женщины. В Китае и сопредельных ему странах, Корее, Таиланде и других, занятие прессованными цветами издревле было отдельным, очень почитаемым ремеслом. За столицы интерес к этому ремеслу распространился от Японии в Англию, а потом через Европу к Соединенным Штатам. Сегодня Ашибана предлагает нам больше, чем простое сохранение красоты и изящества цветущих цветов. Работая с прессованными цветами, мы напоминаем себе о тесной связи с природой. С творческим подходом к использованию материала листья становятся деревьями, а лепестки формируют горы. К засушенным листьям добавляются семена, корешки, кора дерева, пух растений, лепестки цветов, хвой и любой другой растительный материал. И очень часто делаются картины в технике Ашибана. В них добавляют тополиный пух, так как считается, что тополь очищает воздух, и картины, сделанные с ним, несут позитивный заряд. Как материал для такой картины интересны семена различных растений. Например, коробочки фисалиса несут яркий красный, оранжевый цвет. Внутренние пластинки семенных коробочек лунарии шелковистые и прозрачные, имеют матовый оттенок. Главное условие на первой стадии подготовки материала для картины – это сохранять фактуру, цвет и форму засушенных растений. Поэтому соблюдать надо определенные правила сборки и сушки растений. Собирают растения, как правило, ранней весной и до поздней осени, но исключительно в сухую погоду, не забывая о том, что молодые цветки более устойчивы к окраске. Основное правило сушки говорит о том, что сушить нужно как можно быстрее, так как при быстром высыпании меньше теряется цвет. Хранят подготовленные растения без доступа воздуха. Что необходимо для ошибаны – это кисточки, клей ПВА, картон, ножницы, кроме, естественно, самих засушенных цветов и растений. При создании композиции надо помнить о стойкости цвета, так как со временем он меняется, а вместе с цветом меняются и световые сочетания в картинах, которые выполнены в технике ошибаны. Растения здесь делаются на группы по стойкости цвета. Стойки – это несколько десятков лет. Цвет у них не меняется. К ним относятся, например, такие, как анафали, састра, васильки, георгины, дельфиниум, гладиолусы, малиум, маргаритки, мать и мачеха. А среднестойки сохраняют цвет от 10 лет. Это бархатцы, горденья, жасмин, космея, розы, ромашка, черемуха. Малостойки сохраняют цвет до 5 лет. К ним относятся анютины глазки или виола, лютики, лилия тигровая, настурцы, флоксы. Простые аппликации выполняются без эскиза. Например, лезть подорожника будет изображать елочку цветочки, текомые пелебетонии, топошные юбочки-танцовщиц. Во многих натюрмортах с цветами ашивана, пейзажах или картинах, наполненных техникой ашивана, цветы изображают сами себя. И в этих работах с ним ничего придумывать не приходится. Но также засушенные цветы используют просто как детали каких-то картин. Они приклеиваются для определенной композиции. Сразу наклеить растительный материал. Не рекомендуется сначала его прикрывать собранную картину листом бумаги, чтобы через некоторое время заглянуть на нее новым взглядом. И может быть немножко повернуть по-другому. Если все в картине устраивает и не нужна никакая доработка, то растение закрепляет клеем. А готовые произведения хранят под стеклом и берегут от прямых солнечных лучей. Вот что мы узнали о такой технике рукоделия цветочной, как ашивана. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канонникова.